Все спуски в этом видео выполнены профессионалами или детьми. Не пытайтесь повторить их в зрелом возрасте самостоятельно. Искуль привет туристам! Надеюсь вы помните, как мы вместе с чемпионом России по фрирайду Гришей Корнеевым проверяли, сможет ли он сделать полный спуск на лыжах на курорте Красная Поляна с перепадом 1300 метров в свече, то есть спиной вперед. И сколько по времени это займет? У Гриши получилось спуститься за 5 минут 30 секунд. Ехал он по хорошо подготовленной трассе вообще без людей. А сейчас мы хотим проверить, сможет ли маленькая 7-летняя девочка Василиса спуститься по этой же трассе так же быстро, как Гриша спиной вперед. Искуль привет друзья! Мы с вами на курорте Красная Поляна, высота 2200. Сейчас середина дня, трассы уже подразбиты, но мы решили с Василисой после тренировочки сделать такой интересный для вас спуск, полный спуск на лыжах. Василиса будет делать до высоты 960. Огромный перепад за один подход. И нам интересно, сможет ли Василиса на этой трассе обогнать Гришу Корнеева, который ехал в свече по вельвету рано утром без туристов. Ну что Василек, погнали? Погнали! У нас приблизительно 6 минут. Гриша в прошлый раз уложился в 6 минут и заработал тортик. Сейчас на трассе камни. Траса похожа на кусок мыла, потому что она разбита уже к этому времени в хлам. Там нужно объезжать туристов. Василек как-то это делает, непонятно, почему не взять широко вот сюда. Камушки, камушки, камушки. Сейчас я приторможу и дожду ее. Вот Василиса вырывается из пыли. Ждем ее и едем за ней. Притормаживает перед поворотом, потому что, еще раз скажу, несмотря на то, что у нее цеховые лыжи, несмотря на то, что она уже умеет как-то по-детски карвить, сейчас состояние трасс очень плохое. И вот так прям валить бешено не получается. А вот если хочешь по-настоящему, по-взрослому валить, то лучше всего это делать с врагами в игре Rage Shadow Legends. Это как горные лыжи, только игра. Рубиться можно в канатке или по дороге на горнолыжный курорт. В игре 16 различных фракций и куча героев. Ну типа как есть сноубордисты на склоне, так здесь есть орки. Например, есть красивые девочки из Rage Team, так здесь есть эльфийки. Ну а босса завалить, это считай как в соревнованиях выиграть. В игре есть крутой режим битвы на арене. Здесь вы можете проверить свои силы, как на горнолыжном склоне против других игроков добыть себе славу. Игра постоянно обновляется. Например, сейчас разрабы колдуют над концепт-артами новых чемпионов. Качай игру по моей ссылочке в описании и получи 50 тысяч серебряных монет, 50 рубинов, 5 загадочных осколков, запас энергии, 1 день ускоренной прокачки, ключ кланового босса, а также крутого чемпиона ворожею в качестве бонуса. Опять я не понимаю, зачем Василиса едет посреди трассы, чтобы пересекаться с другими туристами. Надеюсь, уйдет. Могла уйти в левый коридор, он короче ушла вправо, туда, где люди. Может быть, ей привычнее. Приходится сбрасывать скорость. Да, Василек, Выбирай коридор заранее, едь туда, где людей нету, слева не было людей. Но она даже вряд ли меня слышит на такой скорости. Но молодец! Как отцу мне, конечно, хочется, чтобы Василиса выиграла у Гриши. Но безопасность самое главное. И поэтому перед каждым спуском, перед каждой поездкой мы учимся с ней контролировать скорость. И ехать в первую очередь безопасно. Ехал-ехал бордист, резко поменял траекторию. И Василиса молодец! Она ехала на такой скорости, на которой смогла на это все среагировать. Ну, как какую-то имитацию карвинга делает. Молодец! Здесь на полных ходах валит. Надо зайти широко и сбросить скорость. Потому что поворот закрыт, и не видно, кто за ним. И молодец! Мне нравится, что в первую очередь она думает о безопасности. Здесь хорошенечко разгоняется. Перед поворотом тоже тормозит. Конечно, как многих детей, да и вообще, как многих людей. Ты видишь, например, перед собой человека, и ты едешь в него. Есть такой лайфхак. Нужно смотреть не на того, кого ты пытаешься объехать, а высматривать коридоры между людьми. И смотреть именно между. Вот сейчас бы я поехал по внутренней, чтобы точно не пересечь ничью траекторию. Даже несмотря на потерю скорости. Пропустим Василису обратно вперед. Здесь она будет слегка сбрасывать пятки, потому что уклон здесь приличный. Еще раз скажу, что состояние трассы, ну, прям, такое тяжелое. Уже есть и выбоины. И самое главное, что много таких, ну, как все это называют, ледовые участки. На самом деле это участки просто жесткого снега, на котором, ну, конты держат налево, Василек. Конты держат, но не очень хорошо. Вот. Сейчас мы проехали первую очередь канатной дороги. 1460 здесь высота. И получается, что нужно проехать еще 500 метров. Это уже меньше половины по перепаду. Ну, Василек видит бордистов, лежащих на пути и сбрасывает скорость. Здесь кто-то едет плугом, очень неуверенно. Правильно Василиса сбросила скорость. Теперь, ну, на самом деле здесь бы я на ее месте разогнался бы целиком и вообще даже не поворачивал. Но она небольшими такими эволюциями подальше ты от бордера едь. Василек, Василек, так, проезжает. На пологом стоечку становится, чтобы разогнаться. Здесь широкий поворот, можно зайти по внешней, оттормозиться в случае чего. Мне тоже нужно, конечно, контролировать скорость, не забывая, вот, что я точно так же, как и Василиса, участник движения. Поэтому всех, всех, всех обруливаем. Догоняем Василиску, чтобы картинка была покрасивее. Она тут дала нормально так прямого. Опять туристы под разбитые места. Прям видно, как ее пошатнуло несколько раз. Перед туристом обратно она сбрасывает скорость, чтобы безопасно его обрулить. И сейчас будет выкат с пересечением трасс. Нужно быть очень аккуратным. Василек, скорость аккуратна. Много людей. Молодец, сбрасывает скорость. Смотрит, что там перед ней. А перед ней туристы со всех сторон. По самому краю их объезжает. Пытается разгоняться коньковым ходом. Полога, потому что, хотя я бы тут сложился и в стоечке ехал. Мне кажется, что в стоечке здесь будет быстрее. Давай, давай, нужно выиграть тортик у Гриши. Нужно обогнать Гришу. Интересно, вложишься ли ты в 6 минут. Совсем чуть-чуть осталось. Понимаю, что силы заканчиваются. Мышцы уже устали. Но осталось-то совсем капелюшечко. Аккуратно на перегибе люди. Аккуратно сбрасывает скорость. Каков же итог соревнований? Начнем с того, что Василиса объезжала постоянно туристов, а Гриша ехал по свободной трассе. Ей приходится постоянно выбирать траекторию, исходя из того, что трасса разбита, а Гриша ехал по Вельвету. Но все равно разница получилась в минуту 20. У Василисы 6.50, а у Гриши 5.30. И это повод для того, чтобы приехать на следующий год, выбрать момент с минимальным количеством туристов и отыграться. Там людей много, тормози. И... И... ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ